Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлой программе мы говорили о крещении Господа Иисуса Христа. В данной поговорим о Его искушении дьяволом в пустыне. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, «Ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Прежде чем начать изучение отрывка об искушении Христа дьяволом, важно пояснить значение слова «искушать» – перевод греческого слова «пиразо». В русском языке это слово подразумевает провоцировать, толкать на грех, но у греков слово «пиразо» понимается как испытывать, проверять на крепость. Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть Спаситель направляется в пустыню по воле Бога для проверки истинности его веры и преданности. В богословском языке пустыня – это место суда и обновления, место испытания. Но в этом отрывке у слова «искушение» появляется и дополнительный оттенок. Ведь дьявол, испытывая Христа, пытается склонить его, отступиться от воли Отца, то есть толкнуть на грех. Слово «дьявол» в переводе с греческого языка означает «клеветник» или «лжец». Именно так в сектуагинте было переведено арамейское слово «сатана», означающее «противник». Он является главой всех враждебных Богу сил и стремится сбить с пути и поколебать преданность тех, кто верен Богу, чтобы тем самым разорвать живую связь между Богом и человеком. В отличие от Марка и Луки, по описанию которых Христос подвергается испытанию, все сорок дней, согласно Матфею, дьявол начал испытания после того, как Иисус, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Сорок – это символическое число, число, обозначающее длительность испытания. Например, сорок дней поста Моисея, описанных в книге «Исход». «И пробыл там Моисеев Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил». Так как у Матфея Христос является идеальным воплощением Израиля, то прообразом его поста и испытаний послужили, скорее всего, сорок лет скитания иудеев в пустыне. Пользуясь удобным для искушения временем, когда Иисус почувствовал крайний упадок сил от сорокодневного поста, приступил к Нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Пытаясь склонить Христа к использованию данного Ему Отцом могущества в собственных целях, дьявол желает помешать Спасителю исполнить волю Божию. Но, отвергая Его искушения, Христос говорит, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Когда во время Исхода люди в пустыне голодали, они роптали на Бога и вспоминали изобилие пищи в стране рабства. Иисус, напротив, доверяет Богу. И там, где Израиль пал, Христос выстоял. Ведь жизнь человека зависит не от хлеба, а от Бога. Потерпев поражение при первом искушении и приступая ко второму, берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, брось все вниз, ибо написано «А ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Под крылом храма может пониматься крыша, угол южной стены или надстройка над храмовыми воротами. В любом случае прыжок вниз был бы смертельно опасен. Таким образом, испытывалось доверие Христа. «Если он так уверен в своем отце, пусть прыгнет вниз и заставит Бога спасти его». В 90-м псалме сказано, «Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». Дьявол в своей речи пропустил слова «на всех путях твоих», так как с ними не могло согласоваться предложение броситься вниз с кровли храма. Это было бы похоже на попытку привлечь к себе внимание людей, находящихся в храме, путем совершения чего-то сверхъестественного. Таким путем шли постоянно появлявшиеся лжемессии. Но путь, на котором человек пытается привлечь на свою сторону людей, обещая им чудеса, ведет в никуда, потому что нужно совершать все новые и новые, все более невероятные вещи, чтобы сохранить свою власть и силу. Христос величественно отражает и это нападение словами. «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Во второзаконии эти слова Бога обращены к народу Израиля в пустыне. Опять мы видим, что в жизни Иисуса как бы повторены основные события священной истории. Но если Израиль пал, то Христос снова выстоял. Отказавшись подвергать Бога испытанию, Он показал, что вера не ищет доказательств, но полагается на спасительную силу Божию. Потерпев два поражения, дьявол не отступает, но возводит спасителя на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Христу предлагается власть над миром. И это прямое предложение – восстать против Бога и встать на сторону сатаны, воздавая ему почести, какие воздавали вассалы своему господину. Но в ответ Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Господь цитирует слова из Пятикнижия, некогда обращенные к народу Израиля в пустыне. «Господа Бога твоего бойся и ему одному служи». В еврейском оригинале стоит слово «бойся», замененное здесь на «поклоняйся». Таким образом, Спаситель выстоял и здесь, добровольно отказавшись от власти ради исполнения воли Божьей, ради служения для спасения человечества. Сделав все, что мог для искушения Христа и, будучи неспособным придумать что-либо иное, побежденный дьявол вынужден был удалиться. А Господь вновь направляется на Иордан, где впервые встречает Андрея и Петра, своих будущих учеников и апостолов. Об этой встрече мы с вами, дорогие братья и сестры, поговорим завтра. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь!